Убрать безнадзорных собак с улиц и не допустить, чтобы они появились там вновь. Такова суть нового законопроекта, который подготовили в правительстве края. На совещании с главами муниципалитетов основные его тезисы озвучил зампред правительства края Дарий Тюрин. Он отметил, практика показала, что опасность представляют и чипированные животные. Это подтверждают последние резонансные случаи нападения на людей в Хабаровске. Поэтому крупные собаки после отлова останутся в приютах пожизненно. Собак выпускать после отлова мы не будем. То есть тех собак, которые выше 35 сантиметров в холке. То есть выпускаться будут только собаки небольшие, которые никакой угрозы не составляют. То есть их будут вакцинировать, стерилизовать и выпускать. В этом году на решение вопроса с бездомными собаками в региональном бюджете предусмотрено более 110 миллионов рублей. Средства разделят между муниципалитетами. Те, в свою очередь, заключат контракты с организациями, которые займутся отловом. Обещают, что процесс будет максимально гуманным и не травмирует физически и морально ни животных, ни очевидцев. Эффективный способ, как используют в других субъектах, во многих, в которых ситуация лучше, собак меньше, это как раз вот этими дротиками, инжекторами, ружьями, которые усыпляют или обездвиживают собаку, чтобы можно было на расстоянии, скажем так, ее достать и в конечном итоге погрузить, отвезти уже ветеринару. Таким способом в крае с начала года отловили 186 собак. Кстати, владельцам животных тоже нужно привыкать к новым правилам. По итогам прошлого года половина всех обращений по факту укусов приходилось на собак, у которых есть хозяева. Между тем, вступил в силу краевой закон, который запрещает самовыгул, требует убирать за своими животными и предотвращать любое его агрессивное поведение. За последние три месяца на нарушителей уже составлено 56 протоколов. Арина Солдатенкова для Большого Города.